Субтитры сделал DimaTorzok Что твоя мать об этом говорит? Она не знает и не должна, пока есть шансы, надо бежать. Я совершила большую ошибку, но я так хотел помочь Прайда. Если хотите, скажите, Шрама, напрашиваю, дайте нам сперва убежать. Нет, я уже пообещала, что помогу тебе. Да, я шокирована, но я понимаю, почему ты так поступил. Не только твоя мать дружила и со львицами, и крыла и саба. В эти темные времена я все еще больше понимаю, почему они так поступили и оказались в тюрьме. Беги, пока мажешь, Чомви. Я не хочу, чтобы ты пострадал. Тебе нельзя тут остаться. Я всегда буду вам благодарен, Сараби. Берегите себя, я буду сильной. Ради Прайда они вас нуждаются. Что-то не так. Чего так долго, Дурила? Хочешь, чтобы Гиена нас поймали? Тама, хотя бы раз в жизни заткнись. Нужно поспешить, и нельзя терять ни секунды. Стойте, мы все еще это не нравятся. Вы уверены, что мы правильно поступаем? И то, что ты делал, Чомви? Это и я хочу знать. Мама? Четик Кэт, что вы тут делаете? Что ж, Тоджо, можно сказать, я знаю твой секрет. Мам, ты о чем? Неужели Чомви настолько дура, а? Я знаю, что Тоджо устроил поджог. Не раз ты начинали еще взглянуть на него. Но я хочу знать, почему ты решила удрати и не сказав ничего мне. Все очень сложно. Я твоя мать? Если уходишь, то поведай уже мне, почему. Что насчет ваших матерей? Хоть один из вас с ними попрощался, но... Мам, прошу, пойми. Я не мог сказать. Ведь узнай ты о том, что я сделал. Ты бы попыталась остановить меня. Я не хотела, чтобы все так вышло, мам. И я должен уйти. Я все это делаю для Тоджо. Он мой лучший друг. И я все сделаю для него. Нет, ты не сделал это. Уже сделал, мам. Ничего не исправишь. Я взял вину Тоджо на себе. Никто меня не переубедит. Нет! Чомви! Чомви, не смей! А если Шрам узнает? Он уже тебя убьет. Не делай этого. Ты же ради меня не смей. Все уже сделано Тоджо. Живи с этим. Мы должны идти. Сейчас это наш единственный шанс. Ты чокнулся, Раса. Считай, что я позволю тебе взять на себе вину за преступление, которое ты не совершил. Ты хоть понимаешь, что это значит? Решил сбежать. Хорошо. А если они будут тебя искать? Что они убьют тебя, если только сперва принц Афуа не посадит тебя? Ты же не знаешь, что втягиваешь в себя Чомви. Мам, выслушай. Я всегда притягивала к себе неприятности. Я обижала друзей, втягивала в опасные передряги. Да и вообще, я был ужасным сыном. Ты злилась из-за меня, плакала. Я уже сосчитать не могу, сколько раз я был козлиной. И каждый раз он не сходил из-за этого лапуса. А тот же, он лишь раз оступился. Если мы останемся, Шрам убьет его. Его нельзя наказывать. Нам это несправедливо. Поэтому ты должна нас отпустить. А разве ты не поступил бы так же, чтобы защитить кого-то дорогого тебе? Кого-то дорогого, кто просто сорвался. Но ты же мой сын. И всегда буду. Ты должна меня отпустить. Не переживай, Кэт. Вместе мы сильны. И я всегда буду с Чомби. И я. Я тоже. Чего? Я не могу пойти с вами. Что? Почему? Я не могу бросить про этому хиту. Не могу оставить маму и Кэт. Я одна из лучших львиц. Я еще молодая и сильная. Если я уйду, то прайда не будет твоей шанса. Но, сестренка, мы все всегда были вместе. Все хорошо, Мхита. Я тебя не держу. Ты будешь в безопасности. Счастлив. Начнешь новую жизнь друзей. Ступай. Я знаю, однажды встретимся вновь. Я так горжусь всеми вами. Я бы хотела пойти с вами. Но я не могу оставить прайд. И не брошусь, Рафина и Кай. Мне очень жаль. Чомби. Очень. Все хорошо, мама. Я понимаю. Я дам тебе знать, что в мой порядок. Найду способ. Я всегда буду тебя любить. У меня лучшая мама на свете. Это прощание было самое тяжелое. У них не было уверенности, что они увидятся вновь. Они могли лишь на это надеяться. Только надежда у них и осталась. И никак не могу понять, почему бы тебе просто не выбрать Нуку. Не покончить с этим. Не хочу растить из тех выродков. Я приглядывался к Нуке. Он не годится в крови. Он глупый и слабый. Он еще и львенок, Шрам. У него благороднее крови, чем у ублюдков. Да, Зира. Он просто и львенок. Я хочу, чтобы ты поняла, что оставить этих львят важно. Кстати говоря, где Нука? Он глупый и львенок. Он глупый и львенок. Он глупый, ничтожество, да? Ее дочь сбежала, из-за чего он ленчится с моим ребенком. Может, Нука сама на нее наткнулся? Ты сама себе противоречишь, Зира. Хоть чтобы Нука стала моим наследником. Но сама же игнорируешь его. Да так что он нашел о тишине у Каи? Почему? Я не люблю говорить об этом, Шрам. У меня есть дети, лишь потому, что не нужна была информация о моей матери. То, что я узнала, мне не нравится. Так что, детеныши, ужасные напоминания об этом всем. Нука в том числе. Когда они родятся, я их прикончу. Что ты да больно много говоришь об этом, Хайри? Он отец-то их львят. Что с ним устало? Где он? Если он мертв, то и вреда тебе больше не причинят. Если дети станут чудовищным воспоминанием, Зира, если ты им позволишь. Мне нужен наследник, мне нужны соратники. От прайда, что мне прислужит, помощи ждать и не приходится. У тебя есть шанс перевернуть ситуацию Хайри в свою пользу. Ты станешь королевой, матери моего наследника. Думаю о будущем. Не дай Хайри разрушить, и это... Мне нужно подумать об этом. Пойду покуряем. Не надоело, что ты держишь меня в четырех стенах, как какой-то алмаз. И тупые гиены для защиты мне уж точно не нужны. Конечно, Зира, как пожелаешь. Рад, что мы с тобой тут встретились. Что-то ты зачастила границы. Чего ты ждешь? Не твоего моего дела. О, нет, как о еще моем делом? Мне кажется, ты в курсе, кто оставил пожар. Кто-то, кто вместе с дужками ушел из прайда. Я знаю, что это твой сын сделал, Кэт. Ты ждешь от него вести. Я желаю ему лишь удачи. Значит, тогда облетка вроде тебе станет меньше. Тогда ты предатель, как и Анна. Я долго тебя терпел, Кэт. Настала пора распространить с тобой. Раз и навсегда. Зря стараешься, Шара. Знаешь же, что тебе... Меня никогда не сломить. Это мы еще посмотрим. Ах ты, Кэт, зрела. Что за... Нет, быть не мажет. Живо, слезь с меня. И минуты не можешь без перерыва, да? Согласись, Кэт. Без меня тебе пропало. О, нет. Я полосу ты, привезли. Ох, я их оттуда лишь и трое. Они нам не страшны. Нет, сейчас не время быть мной. Я думала, что ты им этого... Я не хочу тебя вновь потерять. И они побежали. Весьма скоро гиены устали гнаться за львицы. Вернулись в земли Прайда. Ленивая троя сказала Шраму, что парачике удалось сбежать. Ну а пообещали, что они убьют их, если идти вернуться назад. Шрам сообщил Прайду, что убил Кэту за нападение на него и поддержку своего сына поджоги. Шрам предупредил львец, что убьет их, если попытается восстать против него. Естественно, весть короля была очередной ложи. Ты даже не знаешь, насколько ты крута. Всякий раз, когда мне кажется, что все кончено, ты ко мне возвращаешься. Всегда буду возвращаться, Кэт. О чем я думаю, Кэт? Вы не убили гиены. Она сильный шрам врет. Я знаю. Йо, я должна найти Кэт. Она еще живая, уверенная в этом. Ты, наверное, спятила? Уже многие покинули, правильно? Это лишнее дело времени, когда Шрам предпринят что-то плохое из-за этого. Твоя сестра еще жива. Я уверена в этом. Если хочешь, скажи Шраму, я умерла. Но я собираюсь разыскать Кэт. Нравится тебе это или нет? Но ведь это опасно. Ты давно не ела нормально. Давай я пойду с тобой. Вместе мы сможем охотиться. Мы будем сильнее. Видимо. Тебе придется оставить ты маму. Да, я не уйду, не попрощавшись. Не думай, Нала, что это хороший день. Я планирую идти прямо сейчас. Если мы попрощаемся, то велик шанс, что Шрама нас поймет. Ее сердце было разбито, когда Мхит ушел. И у тебя тоже, когда ушла Акула. Я должна сказать Прайду, что иду за помощью Кая. У них должна быть надежда. Я скоро вернусь. Обещаю. Ааа. Прошу Нала. Встретимся в ущелье, где растет тиновник. Я слышала, Гена прогнали Кэта в пустыню. На другой стороне пустыни есть джунгли. Я там была в Алань, когда путешествовала. Туда мы направляемся. Не переживай, Кая. Я должна сказать Прайду, что еще есть и надежда. Больше нельзя жить в царстве теней. Береги себя, дочка. Куда бы ты ни пошла, помни свой прайд. Я вернусь. Какая-то говорила, что я вырасту с милой, умной. Самое время это проверить. Что нам делать? Мы здесь уже несколько дней. Да, мне здесь нравится, но мы не можем тут остаться. Знаю, Сэйди, но пока нельзя вернуться на Скалу Предков. Нужно придумать. План Атоки, наверное. Может, нам стоит разыскать Малку? Ты же говорила, что она осталась оба ва... Рафике, да? Ты же знаешь, я против жестокости, однако на сей раз и я с тобой согласна. Разве у нас есть другой выбор? Если бы можно было как-то выгнать Игина, то надо подать шрамам, ничего не стоит. Да, Маджари Китчо пришли к нам через какое-то время. Малка им все рассказал. Может, нам все и рассказать, и... Сэйди, помолчи секунду. Кажись, я что-то слышала. Кто-то крадется. Берегись, я кусаюсь. Кэт, это ты? Я знала, что ты жива. Кая! И сэйди, поверить не могу. Ты жива, я так рада. Невероятно. Поскорее бы сказать Нале. И Нала здесь? Да, она ушла охотиться несколько часов назад. Сказала, что учуяла борода рученика. Она еще не винулась, так что я начала искать. Надеюсь, она в порядке. Но, Сэйди, вау, где ты была все это время? Почему ты не винулась? Не было с Рафики. Малка отнес меня к нему, чтобы я поправлялась. И еще охотился для меня. Они винулись, ибо знали, что Шрам убьет нас. Да и Маджари и Скича винулись, Малка им все рассказал. Они были у Рафики, когда я ушла искать Кэт. Ого, Малка, ты тоже жив? Никто больше не хочет восстать из мертвых? Бо-бо-бо, не могу вернуться. Кто этот парень? Не знаю. Кто-то не особо важный, наверное. Постой, Венис, глупо вот такое садится. Прошу, Сим... Кэт Сэти? Ах, да, одна из... Другая не бывает. Нала. Это еще... Этот день мне принесет? Это просто чудо, что Симба жив. Он был тут и все это время. Это парень, Симба? Тут собой Симба? Да, он убежал после смерти отца, и с тех пор жил здесь. Я должна убедить его обвинуться домой. Шрам Симба обманул? Может быть. А может он подумал, что Симба погиб, когда стадо неслось, раз он не нашел труп? Я не знаю, что случилось, ибо Симба ничего не говорит. Я должна его найти. Может дальше ему немного побыть одному, но... Но он же король, иначе нужно его обвинуть. Знаю, мы это делаем, но ты не смотри на это с его стороны. Он был еще львенков, когда все это случилось. Он, наверное, все еще напуган и сбит с толку. Ему нужно время все обдумать. Он поговорит с тобой, когда будет готов. Не смей на него давить. Ах, ладно, не отстану от него до утра. Если он не придет, надо светить, и я отправлюсь его искать. Нам нужно отдохнуть и подумать, что будем делать, когда вернемся домой. Шрам завтра умрет. Я об этом удостоверюсь, даже если это будет последним, что я сделаю. Нала, малка ты цел. Сама собой, как и Симба, обезьяна и все нам рассказал. Неужели как графики нас обогнал? Без понятия. Раз вновь видеть, что с вами случилось? Не переживай, это не столь важно. Помочь Симби, это главное. Не переживайте, у меня есть уже план. Я знаю, как разобраться с гиенами. Здорово, однако, есть еще одна проблема, которую нам нужно решить. Моя дочь, она помешалась на шраме, если она попытается его защитить. Она может навредить себе и малыша ноке. Я не могу этого допустить каким-то образом. Надо увезти ноку из сиро со скалы прайда. Пока Симба себя не показал. Окей, вот как мы поступим. Нала, ступай и найди Симбу, пока он не дошел до скалы предков. Вдвоем вы придумаете, когда идете до шрама. Кая, сэди, я присоединимся к прайду. Матшили, малка и кича, останетесь здесь. Сэди и кая поговорят с сирой, пока не начался бой, приведут ее и ногу к вам троим. О гиенах вы можете не переживать, я возьму их на себя. Не нужно лишь отыскать Шэнзи. А если Шэнзи не станет тебя слушать, если не послушать, то я торвую и вонючий башко. Моя кузина шикарная. Не теряем времени, пошли! Этьи глаза. Ну ка, присмотри за ними, мне нужно подышать, я скоровинусь. Эоо, да, мама. Смотрите, кая идет, как дай нала. Должна быть с ней. Может, но где она? С ней что, что, кэто с Эти? Они? Ну как? Я думала они меты. Са дай бим! Сем менять лучше, мой, я надеюсь. Да. Будьте осторожны, как можно скорее отведите Зира и Нуку к Бабабу. Остальное взаимось им. Каю, мама сказала, что вы сбежали. Зира родила. Нука, где твоя мама? Им, не знаю, но она сказала, что пошла прогуляться и скорбиняться. Я-то знаю, что-то это не так. И вечно где-то носит. Каю не должна их бросить. Тут будет слишком опасно. Ну-ка, пора уходить, где безопасно. Твой дедушка ждет тебе и... Дедушка, мать жалит? Он... О, попрошу, отведите нас к нему. Но моя мама же так разозлится. Попозже. Мы найдем ее и все объясним. Надо поспешить. Симба! Симба! Ты, клянусь, я убью тебя. Сомневаюсь. Большая частью твоего клана тереться с моим прайдом, а вас-то их только что уделал бородавочник. Я запросто разорву вас на части. Но если я не трону вас, если вы меня послушаете... А? Чего это вы мне тебе верите? Вы серьезно думаете, что шрама есть и для вас дело? Он вас использовал, чтобы зайти на трон. Все, что он вам пообещал, он не выполнит. Он вам не друг. Ух, а у меня к вам дело. Вы больше не будете голодать. Но для этого вам нужно покинуть землепройду. Выкладывай, я вас слушаю. Ведь клана через пустыню. Что есть за чиновниками? На другой стороне пустыни есть оазис. Огромные джунгли. Там много еды-еды. Там нет хищников. Особенно львов. Уйдете сегодня. Считайте, что джунгли ваши. Если вам не понравится, то мажьте веносы и пожить здесь. Пока не найдете новый дом. Слыхал, Базай? Зек говорит, что посреди пустыни есть джунгли. Мы на это не купимся. Ты просто хочешь, чтобы мы в пустыне сходохли из голода? Я тебе не верю. У тебя нет выбора, Шэнзи. Когда-либо затеялся, новость скоро разлетится по соседним прайдам. Тогда вернуться сильнее, чем раньше. Если ты с кланом будете дальше тут ошиваться, то Симба сам вас прогонит. Как думаете, что случится? Вы либо вернетесь на слоновое кладбище, либо просто погибнете. Животных станет больше. Вы уже ничего не сможете сделать. Этот лес и есть, Шэнзи. Как думаешь, где я пропадала последние пару дней? А где жил Симба все эти годы? Я даю тебе шансы разрешить все в мир. Не будь дурой. Почему? Почему ты даешь нам шанс? Потому что если не да, то эта дурацкая война между львами и гиенами будет длиться вечно. Не говори мне, Шэнзи, что она тебе еще не надоела. Шрам ничем вам не помог. И ты это знаешь. Вы гиена голодаете еще больше, чем раньше. Привейте его и проваливайте отсюда. Если я узнаю, что ты врешь, то я тебе прикончу. Ну же, парни, то-то мы закончили. Планкетт сработал. Это все гиены. Они враги. Это их вина. Они это придумали. Ах, Шэнзи. Через несколько мгновений все было кончено. Битва выиграна. Все радовались этой, что прежний король был свергнут и вернулся новый, кроме одной. Что-то в душе Зиры оборвалось той ночи. Ей предложили остаться Прайде в помощь с ольвятами, но она просто взбесилась. Зира набросилась на Сэйди и Скайи, а также попыталась подраться со своим отцом, из-за чего Симба сказала ей, что прогонит ее, если это будет угрозой для Прайда. В пришествии Зира обвинила Симба о смерти Шрама. Пока что она отступила, поклевшись от Овстите в один прекрасный день. Если мне никак не избавиться от Хэри, то ни у кого не получится. Кова станет королем. Как Шрам того и хотел. Однажды Симба будет страдать так же, как и все вокруг. За Хэри. Это еще только начало. Я соберу свой Прайд. Мести мой вернешь себе земли Шрама. Жаль, я не могу пойти с тобой, сынок. Ты прекрасный, Лев Малко. Если бы не ты, то меня в этот не было. Перетай тот же. Я люблю его, когда придешь к ним. Все хорошо, пап. Я пойду к Чум Вестаме. Зира, может, не хочет увидеть тебя, но ты ей не нужен. Я уверена, вам и есть о чем поговорить. Просто будь с ней. Она нуждается в тебе. Больше, чем я. Разумеется, Эдим. Он будет счастлив, когда узнаете, что вы живы и здоровы. До свидания. Когда я найду ребят, обещаю, обязательно приведу их сюда. Я буду очень скучать по вам. Поверь, ну, что все будет хорошо. Определенно так. Жизнь началась чистого листа для всех в землях Прайда. Новый король – это новый старт. С каждым днем трава становилась зеленее, солнце светило ярче. Реки и озера вновь и были полны, земли Прайда вновь были чудесны. Родился принц, а вскоре и принцесса. Однако для всех тех, кто ждал неделю за неделю вести от своих детей, что у них все хорошо, чего и правда не хватало. Я старая. И скоро неожиданно пришел конец. Биби? Спасибо, Чуби. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Чуби.